Ир, сейчас происходит выгрузка, как я понимаю, товара... Обрез, да, обрезки костей для собак, да. Приехал вот, на что жаловались зоозащитники, да, по факту в ходе проверок нашли только кости. И выписали штраф за то, что у нас неправильное хранение биоотхода. То есть это ратается биоотход. То есть это не важно, что мы кормим собак, да, вот они поели, я должна вот эти кости из какашек выгрести, сложить в отдельный пакет и сдать на утилизацию по 60 рублей за килограмм. Вот эти кости вы сейчас будете собакам давать? Собакам давать, а потом получается... Когда они их обгрызут, когда они там обглодают... Да, это получается бешеный биоотход и потом биоотход. И нам выписали штраф за то, что мы их вот не утилизируем как биоотход по 60 рублей за килограмм. Если, допустим, я беру вот тонну-тонну костей, да, это тонна, и по 60 рублей, это 60 тысяч, и даже на каждый день давать по полу на утилизацию. Как часто привозят вам вот эти кости? Каждый день привозят. Каждый день? Каждый день привозят. То есть каждый день должна платить по 60 тысяч. Каждый день вы должны их вытащить оттуда? Вы их кладете вот в эти миски, а потом собаки растаскают, да, это все дело. Сколько вот эта машина с костями стоит, стоимость этой машины? Нам отдают бесплатно волонтеры. А, то есть бесплатно волонтеры передают. С сухим кормом это очень дорого будет кормить. А куда сдавать? Куда вы их сдаете по 60 рублей килограмм? Мы не сдаем, мы даже, если труп собаки случается, мы сдаем на утилизацию на сжигающий завод. Их утилизируют, как биоотход. Утилизация одного килограмма, 60 рублей стоит. Это же невозможно тонну сдавать на утилизацию по 60 тысяч рублей. И что вы с ними делаете? А мы как ТБУ складываем. Вот они полезли в помойку, нашли, что у нас миски с какашками сдаем как ТБУ. Выписали штраф. ТБУ это что? Твердобытовые отходы. Твердобытовые отходы. За кости, который в какашках, выписали штраф от 500 до 700 тысяч. Выписали штраф.